Фух, ну и всем привет, и я тут решил сыграть в игру Флэр Эмпириан Компанинг. Ну что ж, от типа Диаболоклона, который делает один человек, причём уже делает он очень давно. Я только вчера на эту игру наткнулся, хочу скачать. Я уже немного поиграл, вот мой персонаж. Поиграл тут 10 минут. Ну, короче, она больше напоминает первую часть Диаболок по геймплею, но с картами членее самоштаба второй части. Ну ладно, тут сделка в С1. Так, куда нам теперь надо? Так, ну тут у нас инвентарь есть. Так, персонаж, силы, интеллект, здоровье, ттт. Игра, в общем-то, нормальная, такая средняя. Ну, в общем-то, если учесть, что её делает один человек, то очень даже неплохо так. Да, и всё же управление героем осуществляется клавишами. Ну, я довольно быстро привык. Так, ну ладно. Игра, в общем-то, по мне, так не сильно хардкорная, потому что здоровье главного героя восстанавливается автоматически. И очень быстро. Хотя, возможно, потому что я играю на легком уровне сложности. Хотя, можно ли вообще его менять? Так, и что мы подобрали? Тёмное кольцо... Ну, ладно. Да, мы тут в целом в лобби-инте, прямо-таки. Так, ну вот и увидите, как здоровье быстро генится. Да, а опыт набирается очень медленно. Ну, что ж, в игре есть три класса. Я думаю, по-простому это у нас воин, маг и учник. Как-то так. Так. Такс. Продолжение следует... Продолжение следует... Поглощение... Ну допустим, купим... Башку подадим... Жезл, колдуна, холчевые сандалии, восстановление маны. Да, не густо. С вещами. Так, ну вот, отошли такое же кольцо. Вот, кольцо с сокровищем китайцем, правда, послабее будет, но всё равно. Так, ладно, бегом. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Так, ладно, пойду-ка я отсюда. Вроде квест брал какой-то. Окей. Мда, тут быстрый спаун момбов. Слышь. 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 Так, шахта. Так, инвентай. Почти. Почти. Ну, блин, как нам обратно-то попасть, а? Туда. Ох, сколько зомбей-то. Не, ну ё-моё, ну такое сейчас скучно. Интересно. Может, к двуроводям завалиться сейчас? Хотел бы сейчас левелапнуть. Так, ну давай новый левел. Окей. Вы можете вычтить атрибут персонажа, ясно. Так, здоровье, 330. Так, только один. Сила, интеллект. Ну мы так сильные, может ловкость? Или мозги вкачать? Ну, допустим, ловкость. А, стоп, сколько у нас вообще? А, у нас 5 очков, ясно. А 1 очко-то в навыке, короче говоря. Ясно. Так, ну тут как во второй части Дебуа. Так. Так, у нас кровавый тар, бросок ножа. Так, как вообще делать вкачку? Как вкачку-то делать, а? Сила. А, я... Стоп. А, понятно, на новый уровень нужна, блин, сила, 8, блин. Ё-моё, да тут гейморная прокачка-то будет у нас. Нужен третий уровень. Ах... Вот, шахта облеченных. Ах... Не, ну, нормально, такой визуальный стиль здесь. Так, не буду. Да, блин, что генерация такая высокая? Да твоя генерация сам рассмаха позавидует. Так, стоп. У нас тут какой-то крепкий враг. Фух. Ща. Во, хардкор начался. Какой-то ключ крона. Так, журнал открытого из крона, его ключом. Понятно. Там, короче, то ли мастер, то ли кто-то... Лист. Нет, не мастер. Типа, ну да, мастер, кто-то типа пошёл в шахту там за... Тако ценными ресурсами и пропал. И чё-то случилось, и он стал, короче говоря... Зомби. Ну, или скелетом, точнее. Ну ладно, я понял. Ну ладно, я понял. Ну ладно, я понял. Я нашёл Крона, но его больше нет с нами. Это ужасная новость, и у нас и так мало людей, и теперь ещё-то невосполнимая потеря. Если это послужить хоть каким-то утешением, вот его ключ и измруд. Так ты сохранишь память о нём. Ключа будет вполне достаточно. За твою великодушную помощь я могу сделать для тебя кольцо с этим измрудом. Так, вы получили кольцо, ключ, так, ясно. Ну, блин, ну чё за хрень вообще? Ну ладно, куплю логатку, ну вот и всё, короче. Так, а кстати, что если... Ну ладно, всё. Ключа, ничего путного у неё нету. Так, а вот его здесь не было. Флорин аптекой. Так, а у тебя уже что-то есть. Слиток. О, прикольно. Правда, повиняем на английском, блин. Типа, и спит какой-то лимит. Телепорт. О! Вот это можно. Так, ну ладно, подаём. Если бы щита надо оставить. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Можно. Так, стоп, вводи здания нужно взять у него. Не, стоп. Что ты можешь мне рассказать о книге мёртвых? В книге мёртвых сказано, что тем, кто впишет в книгу своё имя, используя чернила из могильного цветка, будет даровано возвращение, их грехи будут смыты, и они смогут вернуться туда, откуда были изгнаны. И где я могу найти чернила из могильного цветка? Эти чернила нельзя найти. Вы должны сделать их сами. Однако, самого могильного цветка будет недостаточно. Вам потребуется смешать его сок со своей кровью, которая должна быть выпущена с помощью особого клинка. Но даже если вы сможете сделать чернила, вы не сможете ничего написать ими. Чернила не будут держаться на обычном пее. Вам придётся найти что-то, что сможет удержать на себе чернила из могильного цветка. Если вы сможете соблюсти ритуал, изготовление чернил из могильного цветка и найти последующее средство для письма, вы сможете получить прощение. Ну ладно. Ок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА